Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 20 февраля, по празднству Сретения Господня, Православная Церковь свышает память мучеников тысячи трех некомедийских, царствования нечестивого и лютого царя Диоклетиана, на церковь Христову было воздвигнуто большое гонение. В это время христиан за имя Христова всюду сажали в темнице и умерщвляли. Между ними пострадали и рабы Христовы, епископ Феопент и Феона, бывший Волх и четыре царских сановника, «Вас и в Севии, и в Тихии, и Василит», страже которых был вверен святой мученик Петр, постельник Диоклетиана, и жены тех сановников, которые, приняв святую веру, пребывали непоколебимы в исповедании Христовым и положили за Господа души свои. После смерти этих мучеников домашний их, все слуги рабы и свободные, поразмыслив между собою, единодушно сказали, «Вот, Господа наши, владевшие нами в мире этом, ради святой веры во Христа, презрев все временное житие, обрели себе Царство Небесное и за презрение земного ныне наслаждаются небесными благами. Почему же и нам не последовать господам нашим? Приступим к царю Диоклетиану и скажем ему, «Мы, христиане, и желаем вместе с нашими господами, обладавшими нами в жизни сей, получить в будущее жизни венец нетленный». Заключив между собою такое решение и все на него с охотой согласившись, «Они сочли, сколько их числом вместе с женами и детьми, и оказались их тысяча три человека. Отправившись, все они встали пред судилищем нечестивого мучителя Диоклетиана и единодушно стали взывать. И мы, христиане, и последуем отцам и господам нашим, за Христа излиявшим кровь свою. Бесам же не повинуемся, идолам слепым, глухим, немым и бездушным не поклоняемся. Царь, видя, что их так много, исполнился великого гнева. Однако, притворившись сначала кротким, он стал прельщать их ласковыми словами. Он сказал им, «Зачем вы поступаете так неразумно и сами себя добровольно подвергаете такой пагубе? Лучше послушайтесь меня, как отца, желающего вам только добра, и принесите жертву богам. Этим вы избежите того безумия, коим прельстились Евсевий и друзья его, за что и скончались такой лютой смертью. Вы же, если послушаете меня и принесете жертву бессмертным богам, удостоитесь от меня великой чести, и даров и милостью нашою будете весьма обогащены». Святые отвечали мучителю, «Мы ни даров твоих не просим, ни угрозы твоей не боимся, но стараемся принести жертву хвалы Богу живому и истинному. Ты же, что хочешь делать, делай с нами скорее. Для нас ничего нет дороже Христа». Диоклетиан, выслушав такие слова святых мучеников, испугался, как бы они ни подняли какой-либо смуты в народе, так как видел, с каким великим дерзновением они защищали свою веру во Христа. Мановением руки он дал приказание, чтобы воины с обнаженным оружием обступили все это христианское собрание. Среди него было много и малых детей, которых матери держали на руках. Из них одним было по одному году, другим же по два или по три месяца. Когда вооруженное воинство обступило христиан кругом, царь сказал им, «Итак, послушайтесь теперь моего совета и объявите, что соглашаетесь принести жертву богам и поклониться им, дабы вам возвратиться в свои дома целыми и невредимыми». «Пощадите себя и младенцев ваших, как я вас щажу, чтобы не погибнуть из-за безумия и вам, и детям вашим. Ведь если вы меня не послушаете, то и Христос ваш ни в чем вам не поможет». На это святые ему ответили, «Мы научились поклоняться единому, живущему на небесах Богу и единородному Сыну Его и Слову, Господу нашему Иисусу Христу, через Которого все произошло и Святому Его Духу. Поэтому не прельщай нас никакими обещаниями Твоей суетной милости. Ты нас не убедишь ни благами Твоими, ни угрозами, ни устрашишь, чтобы мы отпали от веры во Христа Господа нашего и поклонились бездушным идолам, почитаемым Тобою. Ничто нам не может быть дороже и желательнее Христа, живущего во веки веков». Тогда Диоклетиан, разъярившись, отдал опять приказания воинам, чтобы они сейчас же засекли их всех. И они, как какие-нибудь лютые звери, напали на христиан со всех сторон и засекли святых христовых мучеников. Они никого не пощадили, даже и детей, сосущих матерние сосцы, и не осталось в живых от тысячи трех никого. Так святые христовые мученики совершили в истинном исповедании Христа свой страдальческий подвиг 7 февраля в Некомедии, Митрополии, Вифинийской области, в царствовании Диоклетиана. «Над нами же тогда царствовал, как ныне и вовеки царствует, и будет царствовать Иисус Христос, истинный Бог и спас наш, которому да будет слава и хвала с Богом Отцом, и со святым благим и животворящим Духом во веки веков. Аминь». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, преподобных Парфине, епископа Лампсакийского, Луке Илацкого, священномученика Александра Талызина Пресвитера, священномученика Алексея Троицкого Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова